Спасибо, друзья. Мы были в работе с нашими инвесторами и участвовать вместе. Мы были, значит, Франтишек Солар, Инета Анджана, я были там и проводили вместе с нашими, ну, скажем так, куратор региона, с ним вместе проводили или помогали ему проводить вебинар. Ой, извиняюсь, конференцию. Конференция прошла просто отлично. Она прошла выше ожиданий, народу был полный зал. Вот что я хотел бы сказать, не вдаваясь в подробности, а отметить самые такие основные моменты. Это то, дорогие друзья, что было достаточно много молодежи. И я себя почувствовал даже где-то так вот, как будто я выступаю перед студенческой аудиторией. Потом выяснилось, что действительно была часть студентов. Проректор там, по-моему, или заведующий кафедрой просто пригласил своих студентов. Там несколько, там десятковых было. Вот. И они с очень большим вниманием слушали и потом задавали толковые вопросы. Это радует, дорогие друзья. Но что бы я еще отметил, кроме всех нюансов, там потом, когда перешли к, ну, скажем, к обмену опытом, там мнений, там были вопросы. Кто-то отвечал уже такие, скажем, основательные, основательные инвесторы, которые участвуют в этом проекте не первый год, а уже второй, третий год, рассказывали о том, какой опыт они имеют. И вот мне очень понравился опыт. Я просто поделюсь с вами, значит, Татьяна с Украины. Она говорит, что, например, очень просто, как позиционироваться, понимаете? Вот она говорит, мы очень просто поступили. Мы открыли ООО «Скайвей Украина», задекларировались, как, скажем, где-то, как волонтеры, которые поддерживают движение, продвижение современных транспортных технологий «Скайвей», назвались «Скайвей Украина», и этим самым мы как бы официально присутствуем. Когда задают вопросы, а что, а почему, а как, у нас все очень четко. Причем у них достаточно интересный такой опыт, я не буду вдаваться в подробности, это не цель сегодняшнего нашего вебинара. Но что я хочу отметить? Понимаете, вопрос в том, как позиционироваться. Или говорить и ходить, прижав, пардон, щеки к ушам и говорить, ой, мы тут вот хотим, значит, проинвестировать, или давайте вы проинвестируйте. Или мы являемся волонтерами, добровольцами, которые радеют за проект абсолютно разной позиции. И поэтому это помогает продвигать проект. Это требует в первую очередь и собственного настроя, своего собственного и как бы отношения к этому проекту. Поэтому все не так, с одной стороны, не так сложно, но с другой стороны, не так просто. Нужно быть в проекте. И это был вывод как бы всего этого дела. Теперь, что дальше? Давайте, давайте посмотрим, что еще я хотел сказать. Я, к сожалению, сегодня не мог пред нашим сегодняшним вебинаром участвовать, смотреть, какие ролики мои помощники сегодня показывали. Это Олег и Алексей. А Олег Сошников и, извиняюсь, Алексей Дьяков. Вот, но у меня был поставлен один ролик, где интервью ведет, Михаил Кириченко ведет интервью с Родом Хуком и Мари, которые приехали и находились, и, по-моему, сейчас еще находятся, или нет, уже не находятся. Были в Минске, с ними он проводил интервью. Что я хочу здесь отметить? Для понимания прошу вас всех посмотреть. Он есть в наших ресурсах, видеоресурсах. Вимео есть, его можно посмотреть. Вимео. Вот, что очень важно. Первый раз, повторюсь, в 2015 году, в августе месяце, я прекрасно помню эту дату, 8 августа 2015 года, я был в Минске, в КБ. Как раз с проектом именно Skyway, скажем, в Скандинавии, вот, подписывали, готовили, обсуждали, как подписать, и одновременно был Род Куб, который приехал просто посмотреть, значит, а что же там творится, и что это за такое там в Белоруссии собирается делать некто Юницкий. И я застал, как бы, заключительную фазу его первого визита. Он сказал, что это теперь дело моей жизни. Заметьте, 2015 год, август. Затем, здесь он говорит в этом ролике, что он был последний раз в марте месяце прошлого года. То есть, 11 месяцев практически назад. Что он делал в это время? Многие задают вопросы. Ой, все, в Австралии проект сдох, и так далее. Дорогие друзья, следите за информацией. Значит, Род Куб четко отмечает, что он работает. Да, первый проект, он практически подготовлен. Вопрос только финансирования и целесообразности. Значит, откуда начинать? Начинать ли с малоэффективного экономического проекта в Фландерском университете, в штате Аделаиде, или включить другой проект? Сейчас идет выбор. Там целый пятак, пятерка разных проектов, в которых выбор будет. И Род Куб уже очень сдержанно говорит, потому что, извините, мы много где наступали на граблик. Забудем, забудем, друзья, о том, что будет что-то говориться подробно. Ой, вот здесь, вот отсюда досюда будет трасса и так далее. Род Куб достаточно четко говорит. Я догадываюсь, что-то знаю, что-то догадываюсь, что за этим стоит. Стоит горнодобывающая промышленность Австралии. Там он говорит, приоткрывает завесу, что есть партнеры, один из них очень активно сейчас работает. Они докладывают регулятору. Кто такой регулятор? У многих возникнет вопрос, о чем говорит, о каком регуляторе говорит Род Куб. Он говорит о регуляторе, который допускает эту транспортную систему или следит за тем, допустить и когда, при каких условиях эти проекты для реализации в Австралии. А Род Куб очень мудро, ему надо отдать должное. Он очень мудро подошел со своими помощниками, коллегами. И они уже работают с регулятором. То есть с организацией, их там несколько, которые допускают и дадут в конечном итоге зеленый свет проектам их реализации в конкретном строительстве. Поэтому регулятор постоянно здесь и он в курсе. То есть постоянно держит курс. Так вот, вернемся обратно к проекту. Он говорит о том, что добывающая компания, которая заинтересована, или вернее ей нужно, что там происходит, другой вопрос. Не будем давать подробности. Послушаем просто цифры. 350 километров от места добычи к месту переработки. Скайвей позволит это осуществить на 250 километрах. А он не говорит об этом. Но я полагаю, потому что приходится сталкиваться с так называемой подготовкой информации к адресным проектам. Там дело связано еще и с себестоимостью, так называемыми капитальными затратами, которые абсолютно несоизмеримы ни с автотранспортом, ни с организацией автотранспорта, ни с, я уже не говорю об экологии, ни с железнодорожными перевозками, ни с какими-то другими перевозками. То есть это очень четко просматривается. Что еще очень важно, что отмечать? Опять-таки свежим взглядом. Заметьте, 11 месяцев назад он был там, последний раз. Вот что он видит? Он говорит, большой прогресс в производстве. Невооруженным глазом видно. Он говорит, я в прошлый раз, когда я был, катался на велосипеде сегодня, извините, там уже и на велосипеде трудно объехать, потому что несколько объектов, это производство идет, он говорит, производство готово к производству или производственная часть готова к производству уже существующих сертифицированных, значит, Юнибуса и Юнибайка, и плюс к подготовке. То есть оборудование настолько совершенно, оно позволяет работать и над следующими, как бы, проектами или над следующими объектами, которые надо производствовать, производить. Вот. Что еще? Причем он замечает, я прошу вас это отметить, я отмечаю это, что он еще говорит о том, что предстоит встреча и список кандидатов, существует уже список кандидатов, которые заинтересованы быть заказчиками, но сейчас он говорит, я работаю или мы работаем над тем, чтобы они ознакомились с Экотехнопарком, приехали сюда, а в конце где-то он там, если не ошибаюсь, он говорит о том, что и предполагается приезд Анатолия Эдуардовича со своей командой, кому там потребуется приезд еще раз в Австралию. То есть работа идет интенсивно, австралийский рынок адресных проектов, дорогие друзья, работает, он развивается, идет работа. Поэтому, вот, обращаю ваше внимание, и это очень полезно для себя выяснить, о чем он говорит, и это является аргументацией, нашей аргументацией, когда мы говорим или, как бы, позиционируемся в том, где находится сейчас проект Скавей. Значит, теперь хочу вам сказать, здесь был закачан ролик, значит, о телемостах. Начинается серия телемостов, это русскоговорящего, русскоговорящий, скажем так, аудиторий не сильно касается, но будет и отдельные телемосты на аудиторию России, на аудиторию, русскоговорящую аудиторию, скажем, европейской части нашего континента, или земли, да. Вот, а это на Германию, затем на Словакию и Чехию, по-моему, там, и на Голландию и Нидерландию, так что, и Германию. Так что, эти телемосты сейчас начинают идти, если у кого-то есть интерес, они идут с переводом, то в крайнем случае можно послушать, потому что там самая свежая информация на русском языке можно слушать. Они будут идти с переводом для этих стран. Всем остальным не возбраняется, наоборот, предлагается послушать, потому что там будет достаточно оперативная информация, которая, ну, полезна, полезна. Сегодня, через час после нашего вебинара, будет такой первый телемост. И так далее. Таким образом, дорогие друзья, так, есть ли вопросы, пока перезайдите, да, то есть, все, идем дальше. Итак, содержание инвестиций в виде кредитования в скобей. Вы понимаете, вот почему я так поставил вопрос, о чем я хочу с вами поговорить? Нам очень важно понимать, на разных рынках, значит, сейчас даже уже банки начинают на себя брать какую-то роль, ну, их жизнь тоже непростая. Вот, начинают спрашивать, куда, зачем инвестируешь. На европейских рынках это вообще, если ты говоришь, что ты инвестируешь, то это значит, что ты квалифицируешься инвестором. Но, понимаете, у них слово инвестор ассоциирует с тем, что ты занимаешься и инвестируешь в какие-то ценные бумаги, которые в открытом доступе, на открытом рынке, на биржах, скажем так. Вот, но мы этим не занимаемся, мы кредитуем. И фактически-то, дорогие друзья, наш проект, вернее договор-то так и называется, договор займа с обеспечением, то есть кредитования в скобей. Поэтому у нас очень важно понимать, чем мы занимаемся. То есть мы инвесторы-кредиторы в конкретный, закрытый, значит, пилотный проект Skyway, который является, естественно, с одной стороны стартапом, то есть таких проектов еще не было. Он первый год. И второе, что очень важно, что он венчурный, то есть имеет определенную степень риска. Об этом мы в конце еще поговорим. То есть сегодня мы еще вернемся. Видите, здесь есть такой пункт, значит, такой пункт, как SWOT-анализ. Это анализ различных там, значит, сильных сторон, слабых сторон, опасностей и возможностей. Это буквы, соответствующие английского языка. Поэтому он называется SWOT-анализ. К этому мы еще придем. Второй пункт – это продукт, кредит, доверие, залог выгоды и интенсивность роста расчетной прибыли. За десятый этап поговорим об этом. Третьим пунктом или третьим шагом будет позиция партнера, инвестора, кредитор, как я к этому отношусь. И в конце будет анализ. Идем дальше. Смотрите, я буквально, для многих это знакомо, повторюсь, наше инвестирование, кредитование идет в продукт, который… Где продукт? У нас нет продукта. У Амбея это какие-то там, значит, продукты оздоровления, там, БАДы, прочее, там, мыло, там, порошки, какие-то крема. У кого-то там, у Цепкера это кастрюли и так далее, и так далее. У, значит, еще у кого-то там что-то другое. У нас нет единого продукта. У нас три единства. У нас есть основное технологию. Но чтобы технологию продать, а что такое продать технологию? Начинать строить. Иначе технология не имеет ценности. Нужно было ее оживить. Но для этого нужна площадка, опытная площадка, ее сертификация, это Экотехнопарк. Но Экотехнопарк требует средства для инвестирования. Для этого были введены залоговые акции. Мы, инвесторы, кредитуем в строительстве Экотехнопарка, залог получаем акции. Таким образом, три единства позволяют оживлять продукт, технологию. И с ней выйти вместе с головной компанией GTI, выйти на рынок проектов строительства трасс и объектов. Это будет и акции уже дальше. Эти акции позволяют потом на проекты, на проект А акции А, на проект Б акции Б, на проект С акции С, на проект Н акции Н и так далее. То есть на каждый проект это значит свои акции будут. И это позволяет дальше уже на базе вот этого стартового продукта, нашего первого пилотного или нашего стартапа, идти дальше со строительственным оживлением уже, скажем, с технологией Skyway выйти на мировые рынки. И это очень важно знать, запомнить это. Теперь смотрите. Хочу остановить ваше внимание на таких моментах. Восьмой этап, девятый этап, десятый, где мы находимся. Вот, восьмой этап. 20 миллионов инвестиций. Под залог было рассчитано 7,5 миллиардов акций. Каждая акция 1 доллар. 29-й, 25 миллионов инвестиций, 7 миллиардов. Мы перешли на десятый, идем по десятому уже пятый месяц. 25 миллионов инвестиций, 5 миллиардов акций. 11-й, 4, 14-й, полтора и последний будет, там тоже будет 1 миллиард. Но везде теперь дальше. С десятого, с девятого этапа по 25 миллиардов. Дисконты уменьшаются, потому что риски уменьшаются. Зачем я это показываю? Только лишь для того, чтобы понять динамику и остановиться на 10-м и 11-м этапе. 11-й этап дышит нам в затылок или уже смотрит в глаза через границу февраля месяца. Понимаете? Несмотря ни на что, дорогие друзья. И это так. Так, смотрим дальше, что у нас здесь такое. Смотрите, когда-то, кто помнит, была такая картинка, я ее выудил со старых презентаций, со старых вебинаров, где было показано, что восьмой этап, средний дисконт был 240. И что здесь важно, что, скажем так, инвестировав 5 тысяч долларов, человек становился, как бы, получал в залог 1 миллион 200 акций. На девятом этапе это уже ему обходилось в инвестицию или в кредит в 6,5 тысяч. Десятый этап – 8 тысяч 900. Вот усредненно посмотрите проект, там пакет, можете это сами посчитать. На одиннадцатом этапе это уже будет где-то порядка 13 тысяч и так далее, и так далее. Зачем я это показываю? Смотрите, простой шаг. Берем десятый этап. 100 тысяч акций – это в среднем 742 доллара инвестиций требует, да? И, соответственно, миллиона акций в 10 раз больше на десятом этапе. Я взял просто такой расчет. На одиннадцатом этапе у нас идет, то есть здесь пакет, конкретные пакеты, да? А здесь я взял усредненно. На одиннадцатом этапе усредненно тоже будет 13 тысяч за, как бы, стоить вот этот пакет. Но здесь получается так, таким образом, что у нас за 100 тысяч акций нужно будет 1300 долларов, как бы, инвестировать или кредитовать. 100 тысяч акций. А на десятом этапе, где мы сейчас находимся, 742 доллара. Теперь, разделив это на это, рост 175,2%. Скорее всего, у нас десятый этап займет 6 месяцев. Это октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. И шестой месяц, это, скорее всего, конец или начало марта. Это мое предположение, дорогие друзья. Мое предположение. Я предполагаю, из того, как мы идем, как компания, группа компаний, идет по бизнес-плану и по плану финансирования работ, которые описаны в плане 15 этапов. Мы об этом тоже пару слов еще скажем. И получается, что, разделив это на 6 месяцев, получается интенсивность, расчетная интенсивность прибыльности нашей в проекте на этом этапе при переходе 29,2%. Если вы помните, мы рассматривали, что с 9 на 10, это было, если я не ошибаюсь, это было где-то порядка 23,5%. То есть она становится интенсивнее. То есть, несмотря на то, что у нас проект идет дальше, скажем так, одни цифры показывают, что вроде бы становится, как бы надо больше кредитовать, чтобы себе интересные залоги получить на свой счет. Но интенсивность-то выше, поэтому это очень важно. Да, полгода примерно, Вячеслав, один этап, почти. Есть этапы, которые были короче, по 4-5 месяцев. Вот, поэтому я обращаю здесь ваше внимание на тот факт, что сегодня, то есть ваша инвестиция, кредит, сделанный в 2017, то есть 10 этап, видите, здесь написано, 23,5% дала прибыль, расчетную. В карман ее не положить, но она сегодня расчетная, она просто уже сегодня такая. А с момента выхода на какой-то из рынков, какой-то из рынков, ICO или IPO, это будет значительно интенсивнее будет, дорогие друзья. Но уже есть этот потенциал, вот этот потенциал будут рассматривать инвесторы, понимаете. И это очень непросто, когда месяц такой рост прибыль. Это такой проект очень тяжело найти. Посмотрите тот же самый Apple, посмотрите любой проект, разделите и вы получите месячный рост. У нас уже, смотрите, какая интенсивность на старте, на стартовых годах. Естественно, я понимаю, что есть люди, которые сидят, а когда мы получим, а сколько мы получим. Считайте, радуйтесь тому, что в каком проекте мы находимся и извлекайте из этого толк. Ваша инвестиция, кредит, сделанный на переходе 2017 на 2020, ну где мы сейчас находимся, здесь он дает прибыль в 29. Смотрите, какая разница. Если вы поднимете вебинары, которые были там где-то порядка, наверное, апрель-май прошлого года, там было с 21 мы выросли на 23%, а тут аж прямо с 23. Вы думаете, откуда это упало? Это заложено было уже в какой-то степени в расчеты, которые делались при расчете этапов. Поэтому это очень важно, учитывать, выстраивая свою стратегию и тактику. Я не буду останавливаться на том, где, сколько у нас, откуда наши акции. Очень важно понимать, что вот эта технология, о которой мы говорим, да, вот она, эта технология, она оживляется, вот эта технология оценена, оценена, извиняюсь, в 400, экспертно и в судо 400 миллиардов. Отсюда были выпущены акции, помните, первую схему посмотрели, помните, да, на всю эту сумму. Но А, простые акции, Б, привилегированные акции. Сначала были, Б, акции, 15% положено Евразия, Рейс Коэс Систем Солдинг, половина была отдана в залог людям, потом половина плюс одна акция оставили свободной, чтобы выйти на IPO или на ICO, или туда сначала на ICO, а потом на IPO, ничего страшного. Страшного, все наоборот, дополняют друг друга, об этом мы тоже еще поговорим. И вторая часть, 18,33% была сейчас вложена в Евразия, Рейс Коэс Систем Солдинг, как акционерный капитал, 63, то есть 73 миллиарда, 495 миллиона и так далее, и так далее, акции. И сейчас вот эти по 25, вернее по 4, по 3, по 2, по 1,5 миллиарда, они именно вот из этих акций выделяются на кредитование, или вернее на залог под кредитование. И до того момента, когда здесь останется 50% плюс одна акция свободных, закроется вход в эту корневую технологию. Но Экотехнопарк будет полностью сдан. Значит, еще 4 мы будем проходить минимум еще... Нет, дорогие друзья, Татьяна, это такой, значит, расчет, посчитайте только в среднем, что 3 года, 3 года, 2000, ну давайте, да, 2014 практически проект стоял, но давайте считать. 2014, 2015, 2016, 2017. 48 месяцев. Понятно? 48 месяцев, разделите на, значит, на 10 этапов. 48 месяцев, 4,8 месяцев в один этап. Но это зависит не от того, сколько времени прошло, а от того, сколько проинвестировано. Интенсивность инвестиций повышается, как вы видели по таблице, и от того, что, какие работы выполнены, и к этому еще придем. Сказал, что только через 10 лет мы сможем что-то получать. Ну, это гофиняк, значит, гофиняк, он может что угодно говорить, время покажет. Что-то получать можно уже, скажем так, с того момента, когда капитализация будет. Потому что опыт различный есть. Да, если рассматривать опыт компаний АКОС, или, вернее, группы компаний, которые там заложены, которые эту технологию продвигали, и продукцию, что самое важное, продукцию. Разница есть, дорогие друзья. Одно дело, продукцию продвигать, другое дело, проекты строительства. Продукция абсолютно разная. Или, вернее, продукты уже разные. И интенсивность капитализации другая. Поэтому здесь аналогий, нет аналогичного проекта. Трудно сравнивать с чем-то. Поэтому наш процесс пойдет значительно быстрее. Понимаете? И сравнивать. Да, колоссальные прибыли будут через 10-15 лет. Но уже ощутимые абсолютно по бизнес-плану. Посмотрите, бизнес-план. Он требует определенной доработки или, скажем, правильных изменений в связи с тем, где находится процесс. Ничего страшного. Все нормально. 5 минимум дивиденды стоит ожидать. Я ожидаю, я вам говорю, что доживем, доживем, Виктория. Самое главное, жить интенсивно и правильно. Вот. Смотрим дальше. Значит, запуск предпроектной стадии. Вот что очень важно сейчас на этом этапе. На нашем. Я сейчас посмотрю, там дальше было. Пардон. Так. Нет, здесь нету. Сейчас, одна минуточка, я немножко восстановлю логику. Так, запуск предпроектной стадии адресных проектов. Это сейчас очень актуально. Смотрите, даже то, что я говорил вам про рода Кука, это является одним из ходов запуска, как бы, ну, предпроектной стадии адресных проектов. И их обеспечение комплексное, доведение за строительство. Почему это важно? Потому что иначе мы опять-таки спроектировать спроектируем, но на этом-то нельзя остановиться. Надо обеспечить и строительство. И поэтому нужно комплексное обеспечение. Полностью. Полным комплексом. Вот почему нужно это делать. И этим компания занимается. Этим занимается Skyway Capital. Сейчас разрабатывая создание именно уже всемирного фонда, который кроме инвестирования, Skyway Capital занимается сейчас пока только инвестированием, проведением инвестиций, кредитованием и доведением, значит, с одной стороны, средств, которые получают, кредитных средств до компании, до строительства технологий, до завод струнной технологии, через Global Transport Investment, главного владельца технологии, через GTI. А с другой стороны, обеспечение процесса залогов, как бы, ну, передачи залогов тем кредиторам, инвесторам, которые это осуществляют. Вот. Но важно подготовить и производственную базу. Вот, Ротхук сказал, готовится. И действительно, это так. Могу вам сказать, что следите за рекламой, как говорится, да, но могу просто сказать, что подготовлено и могу ошибиться. Значит, буду так говорить, не буду в деталях говорить, что подготавливается и будет объявлен определенный процесс стимулирования и поощрения тех, кто, как бы, активно участвует в процессе инвестирования, кредитования проекта, поездки, не только в рамках Экофеста, а отдельно группами. Четыре раза в год группа будут, как бы, организованы, смогут очень хорошо ознакомиться с производством, с проектными работами, или с тем, как проектная часть работали, или проектные группы работают в компании, и с Экотехнопарком. Потому что, к сожалению, или, ну, таковы большие мероприятия Экофеста, например, я уже говорил об этом, повторюсь просто, что даже вот, ну, скажем, при всех возможностях, даже я проворонил на Экофесте в прошлый раз возможность ознакомиться с тем, как бы, видео, и с той, как бы, презентационной частью, которая, ну, как бы, пропагирует и пропагандирует, и, как угодно там можно сказать, выход на, значит, АТО, то есть на новый, следующий этап, глобал, следующий этап, ну, развития Скайвей. Вот. Теперь перспективные новые, почему важно подготавливать новые перспективные технологии? Мы говорили в прошлый раз, но я еще раз повторюсь. В первую очередь потому, что проект, скажем так, одним, не только, вернее, скажем так, правильно сказать, что строительство высокоскоростной трассы, строительство какой-то другой межгородской трассы, она не обязательно должна быть высокоскоростной. Даже при скорости 150 км в час без переездов, без перекрестков, это вполне достаточно на расстояниях до 100, до 250 км. Потому что высокоскоростной транспорт начинает становиться эффективным на больших расстояниях, больше 100-150 км. В противном случае, ну, его эффективность, скажем, развития этих скоростей и прочих дел не совсем, на мой взгляд, по крайней мере, обоснована. И поэтому, уже создавая транспортные структуры, появляется возможность для использования тех же гумусных технологий, тех же технологий строительства поселений, линейных городов, если угодно, это как система поселений, это технология выращивания абсолютно экологически чистых продуктов, это, если вы видели, значит, Анатолий Эдуардович в каком-то на одном интервью, или, по крайней мере, где-то было об этом сказано, что выращиваются и специальные, как бы, ну, специальные продукты, которые будут тоже использоваться и, как бы, поддерживать. Это все бизнес. Чей это бизнес? Это бизнес GTI. Сегодня, когда был задан Анатолий Эдуардович вопрос о средствах, это дополнительные инвестиции, которые не связаны с нашими кредитами, это, как бы, есть заинтересованные организации, люди, которые вкладываются и проект подготавливаются. Они не требуют больших сейчас инвестиций, но требуют много достаточно, как бы, ну, действий, чтобы подготовить, быть готовыми для использования. Карактировка бизнес-плана. Она не карактировка даже, скорее всего, а его доработка в связи с изменившимися обстоятельствами, с развитиями, кто мог знать, для меня очень такой аргумент, кто мог знать, что для нас будет актуальна, значит, технология блокчейн в 2014 году. Хотя уже, как бы, эти блокчейновые технологии в монетизации начали развиваться очень интенсивно с 2009 года. Да никаким боком это не могло быть. Да, криптование там проходило, но в какой степени, насколько, об этом никто тогда не говорил, сегодня это актуально, понимаете? Вот, зачем это делать? Для того, чтобы четко представить, куда и как выстроить фокус, как выстроить наш вектор развития дальнейшего. Потому что мир меняется, и нам надо в этом подстраиваться. Могу просто показать, что... А, и об этом мы говорили в прошлый раз уже. Об этом мы тоже говорили. И повторю здесь, что очень четко надо представлять, что инвестиция – это кредит. Цена сделки – это сумма инвестиций в случае приема залога в свою собственность. Вот цена сделки. Цена сделки. Вот мы показывали. Цена сделки в данном случае на девятом этапе была такая. Если человек, пакет, там, миллион двести, скажем, инвестиций под залог миллиона двести акций, а это расчетно. В одиннадцатом этапе такого пакета, я не знаю, будет или не будет, но это расчетно из того, что у нас есть сегодня. Там есть пакет, по-моему, инвестиций под кредит, который там дается, а залог выдается миллион триста пятьдесят тысяч акций кредитору, который там дает. И тогда получается средняя такая стоимость. Это очень важно тоже понимать и осуществлять. Поэтому, дорогие друзья, есть там вопросы на будущие акции. Пока доли. Значит, вы знаете, мы получаем доли или акции? Олег, спасибо за комментарий. Значит, я остаюсь при своем мнении. Ну, такой вот я уже вредный и упертый, значит, достаточно, достаточно, значит, взрослый человек по годам, что долями по разным причинам это дело называется на русском языке. Вот сейчас начали в Европе дергаться специалисты, которые, значит, наши инвесторы, которые понимают, к сожалению или счастье, русский язык, говорят, а давайте мы бы его, мне такого понимания доли, понимаете? Зайдите в документ, и там это называется акцией. А как называется на официальных там, ну, значит, для кого-то это надо назвать долями. Доля это совсем несколько другое. Вот, поэтому у нас все-таки, дорогие друзья, в регистре учтены акции. Понятно, да? Номеруются акции и учитываются акции. Shares – это акции. Хотя на английском языке shares – это и акции, и доли. Это, они касаются одинаково, но смысл за ними разный стоит. Если за долей стоит процентное отношение, то есть человек получает долю в фирме в виде процента. Но этот процент называется тоже его доля или его shares – 25%, например. И получает там, допустим, сколько-то там акций, или получает там, допустим, миллион акций. Миллион of shares. Shares of, ну, скажем, миллион акций. Хотя в любом случае, в том и в другом случае говорится shares. То есть, а понимается в одном случае доли, в другом – в случае акций. Доли связаны с боевым или какими-то такими товариществами, а акции с акционерным обществом. Поэтому мы имеем дело с акционерным обществом. ЛТД – Евразия, Рейл Скайли Системс, ОГН 2 на нынешнем этапе. Имели раньше? Пока, Shares, будут стойки после. Ой, друзья, не забивайте себе голову, уважаемый, значит, там и Петр из Москвы. Я новичок, пакет вы не выкупали весь, дорогая Ирина. Как мне получил получить официальный документ, подтверждающий мою долю акций? Значит, ваш залог. Говорили, что после Нового года будет это возможно. А, ну, а у вас и сейчас. Вы в какой компании, Ирина? Если вы в компании Capital, как бы, ну, через компанию Capital осуществляете кредитование, то в личном кабинете у вас и сегодня есть эта возможность. По всей вероятности, может быть, у вас там нет, не знаю, вы посмотрите, вы верифицированы или нет. Если вы не верифицированы, то у вас нет в кабинете такой возможности посмотреть мои сертификаты. Важно, чтобы вы видели свои сертификаты и состояние, где, сколько, чего в регистр компании Евразия, Real Skyway Systems Holding или Евразия, Real Skyway Systems Holding 2, занесена ваша доля или ваши акции, да? Как вы, как я говорю, или сюда, или сюда. Каждая из этих компаний имеет свой регистр или свой реестр, извиняюсь, акционеров. Акционеров, дорогие друзья, поэтому это очень важно. Так, говорили, что по всему, пока шермы, справа есть надписи, выписка, выписка, правильно, спасибо, Павел, из Ростова-на-Дону, правильно, наверху, справа есть такая, и вы получаете выписку из реестра. Это ваш сертификат называется, если не ошибаюсь. Да, хотелось все посмотреть, не в толпе, а, да, похвально, так, мы получаем доля или акции, пока доля, ну, ладно. Так, важно в том, что мы не получаем, я вот хочу, значит, Янис, вам сказать, вы не получаете ни доли, ни акции, вы становитесь, и я в том числе, становимся кредиторами, у кого есть портфель, на имя которого, или портфель, где записаны залоговые акции, номер такая-то, по номер такая-то, номер такая-то, по номер такая-то. Этот портфель, он состоит в зависимости от того, когда и сколько вы кредитовали или инвестировали, под ваше имя, под вашу фамилию. Самое важное, что является в этой строчке, это то, что имя, фамилию, не имя даже, не имя, не фамилия, все можно изменить. Год рождения, дату рождения и место рождения, все остальное, адрес там, все остальное может меняться. Поэтому не надо там расстраиваться, многие подходят и говорят, ой, у меня сменился адрес проживания, что теперь будет? Ничего не будет, пишите, что, значит, если вам это угодно, а если не угодно, ну, не надо там спешить. Ну и что, в момент вашего кредитования вы жили там, а теперь вы живете в Австралии, например. Ничего страшного, но вы как были, значит, допустим, Иванов Иван Иванович, вот, родился 1 января 2000, там, какого-то там, 2000 года, да, вот, так вы и остались. И родился в России, город такой-то там, или в России, вы так и остались таковым, второго такого не найти, допустим, да, вот. А все остальное там, Иванов Иван Иванович может измениться, все буквально и так далее. Давайте сейчас не будем это вдаваться, то есть самое важное, что есть регистр компании или реестр компании, куда это все заносится. И это очень важно, дорогие друзья. Комплексное обеспечение вот этих проектов, в которых мы говорили. Так, два года назад была смена паспортов у нас. Написал в техподдержку и все исправили. Правильно, спасибо, спасибо, Олег, правильно, исправляют, если это важно, лучше исправить. Абсолютно. Вот опыт Олега Сошникова очень показательный. Все надо делать вовремя. Молодец. Абсолютно похвально. Спасибо. Спасибо за опыт. Значит, смотрите, вот комплексное обеспечение. Ведь очень непросто выйти с проектами строительства. Поэтому, что из чего состоит комплексное обеспечение, это для того, чтобы мы понимали. Я даже связи не подвел, еще раз просто повторю, чтобы это как бы уже не только на слуху было, а и было представлено. Это начиная с финансового обеспечения, обеспечение кадрами, обеспечение компетенциями, то есть знаниями и умениями, обеспечение информацией, обеспечение подготовки строительства, подготовки. Это материалы там, это целый ряд, проекты, согласования, тысячу разных процедур. Обеспечение надзора, то есть уже обеспечили, начали строительство. В процессе строительства нужно обеспечивать надзор, контроль качества, регистрацию, актирование. Иначе не примут же потом, в конце концов, понимаете, да? Обеспечение и ресурсосбережения. Что это такое? Это ресурсосбережения, это то, чтобы максимально эффективно, с минимальными потерями осуществлялся проект, понимаете? То есть одно дело, можно качественно сделать, можно все зафиксировать, но по дорогой цене, с большими потерями. То есть, чтобы залить, допустим, 10 кубов бетона, а фактически израсходовали 15 кубов бетона. Или израсходовали 10, записали 15. Абсолютно. Вот это есть ресурсообеспечение, ресурсосбережения. Зачем нам это надо? Дорогие друзья, я веду разговор к тому, что мы являемся, кто мы являемся? Владельцами акций, владельцами зарегистрированных компаний. Как мы ими владели? Это наш залог, который мы получили. И мы изъявили желание стать акционерами, когда акции будут выведены на рынок. Сегодня мы зарегистрированы ими, и мы в пути для того, чтобы эти акции ожили. Их тоже надо оживить еще, через рынок оживляется. Если у нас технология оживляется через экотехнопарк, то акции оживляются через рынок. Это тоже надо для себя представлять. Поэтому мы сегодня с вами совладельцы. Как мы совладельцем являемся? А мы являемся совладельцами здесь через то, что акционеры и этой компании, и этой компании, мы являемся как бы... А сама компания владеет акциями GTI, потому что GTI внесло эти акции сюда, а эти акции внесло сюда. Следовательно, мы являемся совладельцами того бизнеса, которым занимается GTI. То есть построили экотехнопарк и начинаем строить, начинаем строить будущие проекты. Они в разных стадиях подготовки сегодня находятся. И этим самым мы являемся совладельцами. Вот. Поэтому это очень важно. Нужно обеспечить еще и безопасность, вот, и ресурсосбережения. Оно очень важно для того, чтобы проекты были бы максимально эффективными. Вот. Капитальные затраты были бы эффективны. Следовательно, будет больше прибыль. Доход мы получим и расходная часть минимизирована. Вот для чего нужно ресурсосбережения. Вот. Обеспечение безопасности. Блокчейн. Используя технологии блокчейн, есть одно из этих средств. Используя технологии блокчейн, есть обеспечение одной из средств обеспечения финансирования. Понимаете? Две цели как минимум есть. И в целом, чтобы комплексно обеспечить весь этот проект, развитие этого проекта, дальнейшее движение, это обеспечение развития этого проекта, чем компания неукоснительно тоже занимается. То есть, вот это есть все комплексное обеспечение. Поэтому, это очень актуально в 2018 году. Что с позиции инвестора сегодня очень важно? Ревизия портфеля инвестора. Почему? Я вам расчет показывал. Подумайте, величина какая у вас сегодня, какая стратегия, какая тактика, что я с ним могу сделать, когда, в 2018, в 2020, в 2022 году. Тут вы говорите, что, значит, там через 10, в 15, там, Гафиньяк или кто-то говорит. Это он высказывает свое мнение. Имеет место быть. Я предполагаю, что с 2021 года уже дело станет очень интересным. В смысле, если кто хочет что-то получить в виде дивидендов. Достаточно. Но это значит, что пакет надо иметь не менее. Вот там, значит, когда-то мы говорили, что хорошо бы иметь миллион акций. Сегодня уже акционеры, многие говорят, и вот на конференции, для меня это было достаточно таким интересным, ну, как бы, интересной информацией, отношения, как к этому отнеслись, на Украине. В Украине, извиняюсь. Что, да, я так думаю, что пакет до 10 миллионов акций – это достойное подтверждение моему серьезному инвестированию в проект, моему кредитованию проекта. А что значит кредитовать проект? Это значит, что мы делаем совместный бизнес, дорогие друзья. Я привел такой пример, на что сначала зал затих, а потом оживился и даже где-то зааплодировал. Когда я сказал, что вот вы, кто вы тут сидите, значит, давайте вы и вы выйдем отсюда из этой комнаты, пускай они здесь занимаются этой конференцией. Мы с вами кофейку попьем, чаю кто хочет, кто хочет перекурить, если это можно здесь сделать, да. Вот. И будем ждать, как проект развивается в 2018, 2020, 2022 году. Вот. Что, сродни чему это? Это сродни тому, что я бы сегодня или в какой-то период инвестировал, вложил бы в строительство, ну, хотя бы, допустим, то же самое производство каких-нибудь пирожков или булочек. Если бы кондитерскую такую маленькую компанию создал бы, даже не компанию, а лавочку, закупил бы оборудование там, людей поставил бы и сказал, слушайте, давайте, друзья, вот вы тут работаете. Я бы поехал там на Багану, съезжу там, отдохну в Сочи или еще куда-то, приеду, а там, давайте. Это значит, что было бы очень печально, когда я вернулся. Это значит, я бросил бы проект, который я вошел на производ судьбы. Может быть, это бы повезло, может быть и нет. Но если я сегодня так отношусь к проекту, который я проинвестировал, неважно, в 14, в 15, в 16, в 17 инвестирую сейчас, вкладываю, скажем, кредитую этот проект, и вдруг я пошел, давайте вы, ребята, теперь прокредитуйте этот проект, а я посижу, подумаю, когда вы продвинетесь вперед. Я, значит, или буду хаять, что что-то не удается, какие-то сроки не складываются, потому что я не в курсе, что происходит, да, я не слежу за информацией, я не развиваю свои компетенции, вот, а вы давайте-ка сделайте, вот, вы обязаны мне сделать. Извините, мы с вами партнеры или не партнеры? Мы партнеры, поэтому я очень прошу к этому очень серьезно отнестись, дорогие друзья. Виктория, вы не покупаете акции. Вначале вы покупали, потому что процесс был неправильно построен. Сегодня мы пришли к пониманию, что мы кредитуем. Понимаете? Ведь, когда, значит, когда вы что-то вкладываете, получаете в залог, вы не покупаете акции. Если вы покупаете, идите продайте. Вы сегодня не можете их продать. Это залог. Вот, если бы был открытый рынок, вы бы купили и могли бы их продать, это была бы покупка. Сегодня это кредитование. У меня, так, 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 спасибо, так, да, два, тут, 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 два года назад была смена паспортов, так, поддержив, покупаю. Во сколько обойдется акционер же годное педение реестра его акций? Ни во сколько, Андрей. Это дело компании, а, акционеру, конкретному, конкретному акционеру ни во что это не встанет. Это расходы, единственные расходы компании. Потому что вот эти две компании, Евразия, НРСК, и СИСХОЛДИНГ и ХОЛДИНГ-2, они не являются бизнес-компаниями. То есть у них нет предпринимательской деятельности, не предусмотрено, у них основная деятельность содержание введения реестра, регистра, обеспечение регистра, потому что с какого-то момента, они сейчас находятся в лицензированном регистре, но дорогое очень удовольствие, поэтому очень сдержано сейчас. В какой-то конкретный момент перед ICO или перед EI IPO будет передано они все в, скажем, акцептированный международный регистр. И вот за это надо будет платить, компания будет платить это расходы, которые вычитаются из тех доходов, которые она получит за свои привилегированные акции. Вот эти компании две, покажу сейчас вам еще раз. Вот эти две компании, дивиденды будут из GTI или суммы на дивиденды будут приходить сюда и сюда. И эти суммы являются для этой и для этой компании доходом, из которого вычтится расход на обеспечение ведения учета реестром. Когда акционер и компания с этими акциями выйдет на IPO, то тогда, если кто-то желает как бы вести бизнес, покупать, продавать эти акции или хочет продать, он обязан, такова процедура, открыть счет в банке и в электронный регистр войти. И за это надо будет потом платить, но только тогда, когда вы начинаете или продавать, или покупать акции на рынке. До того момента вы просто находитесь в реестре и все. И это небольшие расходы, связанные с ведением этого, они вычитаются из доходов, которые эти две компании получают. Поэтому ничего там сложного и страшного нет. Там еще есть вопросы. Значит, но портрет у меня будет с акциями в будущем. Он у вас и сейчас, Виктория, есть. С акциями. Это ценные, скажем так, это кредитные или залоговые документы, которые вы имеете в виде акций. Он у вас не в будущем, он сегодня у вас есть в портфеле. Skyway или Transnet, как нас будут называть в будущем. Они важны. Главное, чтобы Skyway – это технология, а Transnet – это, скажем, система организации транспорта, всемирная система организации транспорта. Извиняюсь, у меня тут телефон очень громко включен. Вот. И у меня тут зашумело. Сейчас я уменьшу. Ну вот. И таким образом, неважно, Skyway – это бренд, Transnet – это настоящая экосистема. Ну, можно и так сказать, Борис, что это экосистема. Это некая транспортная система, которая организуется. А я говорю, а в этом году компания может иметь прибыль? Она имеет прибыль. Конечно, она имела и в прошлом году прибыль, она и в этом году имеет. Но эта прибыль, ну, такова, что ее не имеет смысла начинать там по одному центу раздавать. Смотрите, фактически по бизнес-плану более-менее, вот он по бизнес-плану, рассчитана. Первая прибыль, первая прибыль, значит, выплата дивидендов по результатам 2018-2019 году. Но суть не в этом. У нас очень важно то, что есть за 2016 год накопление денежных средств. У нас есть накопление денежных средств, но оно состоит из чего? От операционной деятельности, капитализации, да, но еще есть инвестиции. В 2017 году инвестиции не осуществилось на эту сумму, поэтому мы находимся сейчас пока на 10-м этапе. Покупка, продажа, так называемая, значит, ценных бумаг, она так называлась тогда, сейчас это кредитование инвесторов на 139 миллионов. Это тоже меньше сумма, поэтому здесь суммы другие. Но прибыль, как таковая, расчетная есть. Это просто по бизнес-прогноз отчета движения денежных средств. Вот, тут прибыли нету, но это есть денежные средства, за счет чего осуществляется и появляется прибыль. Расчетная прибыль у нас есть, и она зависит от того, что фактически стоимость, реальная стоимость даже той части экотехнопарка, которая в данном случае или частично сдана в эксплуатацию, уже значительно больше, чем те средства, которые туда ложены. И расчетно, опять-таки расчетно, можно сказать так сегодня, что в момент полной сдачи экотехнопарка, значит, его инвестиции по бизнес-плану предполагали, или предполагают, что, или было по бизнес-плану 200, ну, условно говоря, 240 миллионов, вот, 236. То есть, фактически реальные уже значительно меньше по различным причинам, вот, а в тот момент, когда она будет сдана, как экотехнопарк будет сдан в эксплуатацию, в балансе появится его реальная стоимость, которая определяется методом сравнений. И такова она где-то порядка 1 миллиарда 250 миллионов или 300 миллионов. То есть, на порядок выше. Поэтому это, разница между этим, это и есть расчетная прибыль. Но она превратится в конкретные деньги только в момент, если вдруг взять и продать это, как экотехнопарк, покупателю, который найдется. Думаю, может найтись вполне покупатель на такой объект. Стоп! Не спешите, дорогие друзья, почему в декабре на вебинаре говорили, что вот-вот переход на один... Ну, почему? Потому что были инвесторы, которые говорили, мы сейчас вот-вот лучше не говорить об этом, которые мы вот-вот-вот час 10 миллионов проинвестируем, попытались провести 5 миллионов, потом еще 5 миллионов, даже миллиона не удалось провести. Финансовые системы, дорогие друзья, не пускают деньги в ход. Возник целый ряд обстоятельств, которые оттянули движение этих средств. А нам надо было? Нам надо было сколько собрать? Проинвестировать 25 миллионов? Не удалось. Поэтому мы находимся там, где мы находимся. Уважаемая Ирина Коновалов Владимир Андреевич. Кто раньше прекратил инвестировать, а сейчас решил сохранять ли прежний дисконт? Не понял. Кто раньше прекратил инвестировать и сейчас решил возобновить, сохранить? Нет, дисконт сохраняется тот, который существует на данном этапе. То, что было, то, что будет, об этом будет отдельная речь. Слушайте, следите за рекламой. Владимир, это можно увидеть в кабинете? Что увидеть, Наталья? Скорее всего, вам там ответили уже. Владимир, это вы можете сказать по подарочному дисконту одному из партнеров. Ничего не буду говорить, я уже один раз сказал, получил по ушам. Детали будут объявлены, услышите. Интересно будет предложение, не спешите. Это отдельная история, дорогие друзья. Это как впощрение. Самое важное то, что будут другие, более интересные вещи. Что больше, это не многим интересно, Ирина, то, о чем вы говорите из Новгорода. Более интересно то, что есть масса инвесторов, которые более поздние сроки инвестировали, и есть для них тоже интересные предложения подготовлены. Нет дисконт будет по текущим этапам. Услышите, увидите, Олег. По таблице рассрочка, пожалуйста, дайте ссылку на телемост. Кто-то дал? Дал. Гостевая сверка входа есть, да? Уточните, пожалуйста, сегодняшнее сообщение по это, период после которого дисконт уберут. Не понял, Вячеслав, вашего вопроса. Так, ну тут сами разобрались. Таким образом, дорогие друзья, время наше истекло. Я думаю так, что мы с вами, вот об этом мы поговорим отдельно в следующий раз. Сегодня мы закончим нашу встречу. Я благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Желаю вам очень правильно отнестись к своему, как бы, портфелю инвестора, к своему отношению к этому проекту. Где-то примерно в таких же, вот, как бы, категориях, о которых я сегодня вам говорил. И это поможет нам всем вместе и каждому из нас в отдельности. Поэтому всего вам доброго, вам, вашим близким. Берегите себя и будет нам всем счастье. Строй сковей, спасай планету. Или дай дорогу вперед или куда-то там транснету. Всех благ. Продолжение следует... Продолжение следует...